Привет, девчонки, меня зовут Инна, буду вас знакомить сегодня. С еще одними новыми руками, это Алия, бывшая коллега по работе с моей сестрой Олесей, они раньше работали с ней вместе. Год назад я делала Алия маникюр несколько раз, но потом мы с ней не виделись. Она живет в другом конце города и работает на жидографике, несколько раз записалась и не приехала, и вот с тех пор мы с ней не виделись. Сейчас я сама ее пригласила быть моделью в моем видео, она согласилась. Покрытие не мое, снимаю кукурузой с красной насечкой. Покажу на нескольких ногтях, потому что впервые с таким столкнулась. При осмотре ногтей я подумала, что не подумала, а вернее видела отслойки только на торцах ногтей. Но когда начала снимать, то отслойки на всех ногтях и полностью на всем ногте отслойка. Пришлось снять покрытие полностью. И база, смотрите, как снимается кусками. Скорее всего, здесь была каучуковая база. Вот Бьюти Люкс база с Алиэкспресс. Снимаются также камуфлирующие каучуковые кусками. С отслойками мне пришлось помучиться. Я первый раз такое вижу, что полностью на всей поверхности ногтя отслойка. Вообще не представляю, как они держались. Покрытие. Покрытие. воспитывать от слойки это оказывается сложно не то чтобы сложно просто страшно что я пропилю фрезой на указательном будем до наращивать длину на весу полигелем опиливаю свободный край поверхность апельсиновая палочка отодвигаю кутикулу сначала хотела прочистить периги но потом решила не делать этого потому что до наращивать буду только свободный край накладывать на свободный край а уже потом после до наращивания приступлю в к обработке кутикулы руки у нее сухие я вам не показала но они у нее очень сильно сухие вот в прошлый раз когда мы с не виделись они у нее такие же сухие были обезжирила наношу праймер бескислотный даю ему высохнуть наношу каучуковую базу тонким слоем на весь ноготь отправляем в лампу на 30 секунд и на весу прозрачным полигелем до наращиваю длину распределяя апельсиновой палочкой смоченной в обезжиривателе отправляю в лампу на 30 секунд просушили обезжирила опиливаю свободный край и поверхность сглаживаю пилкой руки у нее она говорит всегда такие были сухие кожа рук сухая на говорит кремами жирными смазывает но не помогает апельсиновой палочкой отодвигаю кутикулу форму ногтям я уже предала опилила и поверхность тоже опилила пламенем с зеленой насечкой прочищаю птериги сначала одну половину потом переключая вращение фрезы обрабатываю вторую половину этой же фрезой приподнимаю кутикулу обработку кутикулы я не ускоряю тут вы можете видеть так как я работаю в реальном времени никуда не спешу кутикула у нее тонкая на каких-то ногтях у нее вообще ее нет на указательном нет шариком с синей насечкой срезала кутикулу камера моя решила не показывать вам этого здесь на большом и на мизинце не хватает небольших уголков нанесла праймер базу тонким слоем и тем же полигелем докладываю недостающие уголки также апельсиновой палочкой смоченный в обезжириватель и разравниваю просушиваем еще кистью распределила чтобы меньше опиливать сняла липкий слой опиливаю свободный край и поверхность девочки кто-то мне советовал использовать не подставку под руку клиента чтобы меньше опила разлеталась по поверхности стола а он улетал в пылесос мне советовали использовать валик для рук вы вот это имеете ввиду это называется подушка подлокотник то на чем у меня сейчас лежит рука моей модели все все пыльные работы завершены обезжирили ногти наношу праймер без кислотный даю ему высохнуть наношу на всю поверхность ногти той же каучуковой базой буду делать выравнивание сначала наношу тонкий промазывающий слой кистью лепесток набираю каплю побольше ставлю около кутикулы подталкиваю кутикуле стягиваю свободному краю разравниваю переворачиваем руку ладонью вверх если нас все устраивает отправляем в лампу на 30 секунд наношу в первый слой коралловый цвет на безымянный наношу вместе с вами на первом слое близко к кутикуле и боковым валиком не подвожу там у меня какой-то волосок попался этот коралловый оттенок у нас будет на мизинце безымянным и большом на среднем наношу черный у нас здесь будет черный наносить буду гир лаки в два слоя все материалы которые использовала описаны в инфобокс заглядывайте там все материалы я всегда описываю оставляю ссылки номера гир лаков и в общем все что использовала наношу во второй слой каждый слой просушивали по 30 секунд тонкой кистью накрашиваю около кутикулы и боковых валиков черный мы тоже нанесли в два слоя просушили 30 секунд это гир лак билен он хорошо просыхает здесь у нас камуфлирующая белая база молочная наношу сначала тонкий промазывающий слой набираю каплю побольше будет в один слой она у нас нанесена поэтому я сразу здесь прокрашивают тонкой кистью около кутикулы и боковых валиков ставлю каплю около кутикулы подталкиваю к кутикуле и стягиваю если нужно помогаю тонкой кистью также переворачиваем руку ладонью вверх если нас все устраивает отправляем в лампу на просушку на 30 секунд здесь я уже на нашу топ без липкого слоя на те ногти на которых у нас не будет дизайном на все кроме безымянного на этой руке на другой руке немножко по-другому липкий слой с базы я сняла тем же гир лаком коралловым рисую абстракцию это фон для будущего дизайна вот на другой руке у нас дизайн на среднем ногте с промежуточной просушкой в один слой наношу этот гир лак и еще сверху в углу оттенки гир лака фоль я выбирала сама а дизайн над дизайном мы с ней работали вместе дизайн полная импровизация импровизировали вместе и наносим стемпинг точечные рисунки на те подмалевки которые я делала просушили лак для стемпинга перекрываю базой и веточки еще веточки алия выбирала сама куда их нанести она тоже выбирала сама апельсиновой палочкой распределяю прижимаем и перекрываю топом без липкого слоя дизайн простой ничего сложного нам понравилось то что у нас с ней получилось обезжиривателем убираю лак для стемпинга все остается нам сфотографировать нанести масло и маникюр готов сколько мы с ней по времени просидели можно посмотреть также в инфобоксе на этом у меня все кому было самое интересное ставьте лайки пишите комментарии всем пока субтитры сделал DimaTorzok